МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ МЕСТО ПЕЧЕНСКОМУ РАЙОНУ Традиционно он ассоциируется у многих из нас с военной историей и с промышленными предприятиями. Но зачастую за этими стереотипными взглядами скрываются совершенно удивительные события, места и, главное, люди. В нашей программе я и мои коллеги из телекомпании ТВ-21+, вместе с вами попробуем посмотреть по-новому на то, что здесь есть и на то, что здесь происходит. Давайте приглядимся к Печенской земле. Давайте походим, послушаем, посмотрим на нее с разных сторон. Но обо всем по порядку. Печенский район, а сегодня уже муниципальный округ, расположенный в северо-западной части Мурманской области, был образован 21 июля победного 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Территория, отданная Финляндии в 1920 году согласно мирному договору, завершившему Первую Советско-финскую войну, по итогам Второй мировой была возвращена Советом. В памятную дату 22 июня, но уже того же, победного 1945 года, был утвержден устав восстановленного после войны горно-металлургического комбината в никеле, работавшего когда-то на фашистов. Он получил название Печенга Никель. Эту дату и принято считать днем рождения комбината. В 1940-е и 50-е годы были построены поселки Приречный, Печенга, город Заполярный, а в 1956 году завершено строительство железной дороги «Кола-Печенга-Никель» протяженностью 201 километр. Основные особенности приграничья нашли свое отражение на гербе. Пересеченные в красные и зеленые цвета правый край напоминает о пограничном расположении и готовности его жителей встать на защиту своих рубежей. Северное сияние символизирует расположение за полярным кругом. Ковш, производство стратегически важных для страны металлов, особки, красоту природы и ландшафта. Впрочем, это лишь малая часть того, что скрывается за привычной гербовой военной и промышленной символикой. На самом деле Печенская земля обладает огромным потенциалом, который уже сегодня становится все больше очевиден, в том числе и за пределами Мурманской области. Особым местом проявления героизма и мужества в тяжелые военные годы стали полуострова, рыбачий, средний и хребет Муста-Тунтере. Но сегодня туристов сюда притягивает не только суровость истории, но и потрясающая красота хрупкой северной природы. Полуострова Рыбачий и Средний – это часть Печенского района Мурманской области. Дорога к красивым местам начинается за постом Титовка. Первую остановку многие путешественники делают у водопадов на реке Титовка. Их несколько. Добраться до первых двух можно практически на любой машине, велосипеде или пешком от асфальтовой дороги, если автомобиль жалко, а другой колесной техники нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну здесь водопадов много. Скорбеевская красивая, коровина. Литерали. Литерали. Там пляжи шикарные. Красиво. Из-за очередной сопки показывается море – наша Баренцева часть Ледовитого океана. Звучит холодно, да и температура воды на любителя. Рыбачий хоть и является самой северной точкой Кольского полуострова, он считается самым теплым местом российского севера. Благодаря Нордкапскому течению море никогда не замерзает, а среднегодовая температура воздуха держится в районе полутора градусов выше нуля. Теплое побережье привлекало поморов. В 16 веке они занимались здесь рыбной ловлей. Камни, похожие на деревянную труху Баренцева моря, их незабываемый вид с вершины сопки – это все мыс Кекурский. Одна из самых любимых точек путешественников, которые ездят по полуострову рыбачий. Сопок, на которые можно забраться, здесь несколько. Мы выбираем самую высокую и героически поднимаемся наверх с аппаратурой. Тем, кто к физическим нагрузкам не привык, будет сложно. Подъем очень крутой. Падать – больно. Острыми камнями можно порезаться. Зато в финале ждет невероятное эстетическое наслаждение. Всей картины не передаст ни одна телекамера. И только вживую можно прочувствовать энергетику здешних мест. Из каждого ручья можно пить, серьезно. Не кипятя воду, ничего не боясь. Водичка очень такая прокладная, чистая. Действительно очень вкусная. Действительно вкусная вода. У нас находится на полуострове. Любимые места, природа, жители. Такой многогранный и удивительный главный герой – это юбилейные фотосушки Печенский район. Таким разным и ярким, казалось бы, уже привыкшие ко всему северяне видят его здесь впервые. И это, конечно, заслуга авторов фотографий. Любви, в данном случае к своему родному краю, все возрасты покорны. Среди авторов фотоработы совсем юные, только начинающие творческий путь фотографы. Я занимаюсь фотографиями где-то год. Я просто фоткала и решила выкладывать это в соцсети. И начала набирать много лайков. И те, кто уже давно участвует не только в выставках, но и в самых разных профессиональных конкурсах. Попала в топ-50 в прошлом году «Лица труда» в «Комсомольской правде». В этом году «Зафиксируй мир» попала в топ-100. И фотография с никелем висела в Третьяковской галерее на выставке. Тематика и настроение фотографий разные, но все без исключения фотоработы объединяет особый взгляд. Очень красивый север. Замечательная природа. Даже по фотографиям видно, что сколько мне скрасило. Тут богатая природа. Я вот сама приехала с Латвии. Но я поражена просто севером. Фотографии – это застывшие фрагменты прошлого. А вот появление новой, современной зоны отдыха, первый мост на набережной реки Шуани-Йоки – это уже часть ближайшего будущего. Из концепции развития Печенского района. Живописный берег в районе так называемого «Первого моста» был популярен еще в 60-х годах. В этих местах горники, металлурги и их семьи отмечали свои профессиональные праздники, вспоминают старожилы. Первый мост, пляж, но все такое дикарское. Не было такого. Но у народа всегда много было. И лето было всегда хорошее. Это сейчас, лето нет. А тогда прелесть. Ну, так вот. То, что сделали сейчас, вы посмотрели? Ну, нормально, так первый раз я приехала, посмотрела тут. Подруга привезла, говорит, пошли смотреть. Ну, нормально, хорошо. Улучшать надо. Красиво. Красоту и удобство отдыха обеспечат спортивные и детские игровые площадки, парковые беседки, скамейки и урны, прогулочная зона с новым асфальтовым покрытием, зона парковки автомобилей и даже речной понтон. Не забыли и о безопасности. Установлены мачты освещения, барьеры безопасности и камеры видеонаблюдения. Посмотреть, как тут интересно, красиво сделали. Только у нас и полярно бы хотелось, чтобы нам сделали. Все это нам нравится. Ездить вместе, отдохнуть, посидеть, с детям поиграться. Такое преобразование зоны отдыха стало возможным благодаря концепции социально-экономического развития Никеля и Печенского района. Она разработана региональными и местными властями при участии местного сообщества и компании «Нурникель». Хорошо, что эта зона появилась. Хорошо, что появилась концепция развития Печенского района. И вот в рамках этой концепции были услышаны жители. И те запросы, которые были у жителей, они были реализованы на этой площадке. А вот еще в одном живописном местечке Печенского округа в Лейнахамаре пока еще готовятся принимать туристов. В планах создание туристического кластера мирового уровня, который сможет принимать круизные суда. Проект также предусматривает развитие на Кольском полуострове природного и экологического туризма, создание инфраструктуры для приема и обслуживания яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов туризма. Пять компаний, среди которых и компания Порт Лейнахамаре с одноименным туристическим проектом, уже стали резидентами Арктической зоны России. Такое решение приняла Комиссия Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вы первые наши пять резидентов Арктической зоны. Это знаковое решение с точки зрения развития Арктики. В числе первых разные проекты, которые действительно направлены на развитие экономики, ее диверсификацию. Вы видите, здесь нет добычных проектов. Это все проекты логистические, либо малого бизнеса в сфере услуг. Это, на мой взгляд, очень позитивно, так что всех поздравляю. Вот такими интересными событиями в этот раз притянула нас Печенская земля. Изучайте свой край чаще, смотрите по сторонам и, конечно, нашу программу. Место притяжения. До встречи в октябре. Расскажи об интересных маршрутах, природных или рукотворных объектах района, которые могут стать местом притяжения. Идеи присылай в группу ВКонтакте ТВ-21. Возможно, именно они станут центром внимания нашей съемочной группы в программе «Место притяжения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова